всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир казарчук и мы продолжаем наш новый проект нам пишут неадекватные пользователи то есть отвечаем или не отвечаем на их комментарии но в любом случае они становятся героями наших очередных видео выпусков в которых мы зачитываем их комментарии так что если они сейчас смотрят этот выпуск надеюсь они узнают себя тем более что раз они открыто вот так вот высказываются у меня на канале то я решил их имена оставлять для всеобщего обозрения как говорится пусть страна знает своих героев хоть не в лицо допускай хоть по никнейму и так комментарий первый под одним из моих видео коротышек где я показываю работу с шестом упражнения как нужно крутить 6 как нужно держать его рукой один написал да ты блин грёбаный волшебник ну естественно опять же здесь мы обращаем внимание на то что человек безграмотный не знаков припинания нифига но высказался он высказал он выплеснул свой негатив он выплеснул свои эмоции а может быть он хотел возрадоваться чему-то но как говорит фрейд если муж бьет жену значит он ее любит но судя по всему вот этот вот чувак или кто он там ли женщина не знаю выразил свое вот это вот такое впечатление просто ошарашен был тем что увидел и написал да ты блин грёбаный волшебник ну я не волшебник я только учусь но спасибо ладно идем дальше был там еще один судя по всему он хотел написать что-то больше но у него не получилось вот смотрите его комментарий он накорябал ахахах лошара даже без точки без нифига почему без точки объясняю скорее всего в данный момент когда он писал комментарии к ему в комнату зашла мать или зашел отец увидели весь тот срач бардак который у него валяется на кровати на стуле на столе куски бутербродов пиццы где-то блин тоже заваленные там пауки по стенам мол типа сколько раз просили навести порядок до сих пор срач в комнате и после слова лошара он получил подзатыльник от одного из своих родителей и к сожалению пропал я хотел что-то ему написать мы думаем блин пусть лучше чувак наверное займется у себя блин в комнате порядком а потом есть захочет да пишет комментарий дач но благодаря своему комментарию он оказался у нас на канале следующее я вот помню когда-то смотрел старый такой советский фильм комедию или конец 50-х или начало 60-х годов скорее всего конец 50-х такая вот легкая простит простецкая комедия и там был один момент когда люди пришли на стадион смотреть футбол между двух команд противники как обычно собирались по разным сторонам трибун и тут 11 мужик сидит и кричит этого на мыло там этого туда этого сюда сосед его потом спрашивает послушайте говорит я посмотрел по программке по спискам команд таких фамилий не в командах нет ни среди арбитров о ком же вы кричали и этот человек признается вы знаете у меня начальник на работе с такой фамилией и естественно на работе я не могу ему сказать пошел бы ты на мыло или пошел бы ты в баню а здесь на стадионе я выплескиваю свои эмоции поэтому мне становится легче и я уже в понедельник спокойно могу идти на работу сосед меня посмотрел а понимаю так вот из той же области человек судя по всему живет в белоруссии и недоволен политическим управлением своего президента поэтому решил высказаться у меня на канале следующее вот смотрите лукашенко ты шо сдурел наверное человек думает что я передам александр григорьевич у его пожелания или его вопрос но блин не по нет ни передам потому что мы с президентом белоруссии не знакомы у нас абсолютно разные интересы в жизни и он занимается политикой я политикой не занимаюсь и к сожалению вот это вот вопрос который был задан президенту белоруссии от его гражданина у меня почему-то на канале я передать не могу так что ты дружище наберись смелости до спроси президента белоруссии сам лично в упор может что и получится идем далее сначала у меня была коротышка с высоким ударом из тэквондо потом был полностью видеоролик где я показывал этот удар и разные его варианты и вот один человек написал я уже не помню по моему под под самим видео взрослый мужик вроде а всякую ерунду на youtube выкладывает тут и так хватает дебилов но вы знаете то что он себя причисляет к дебилам это уже шаг на пути к выздоровлению потому что особенно дебилы которые ну так так же написано вот смотрите сами на экран я ничего не придумал как говорится из песни слов не вырвешь не выкинешь так вот люди которые приходят вообще ни черта не умеют ни в спорте не в восточных недоборствах нигде абсолютно нули полнейшие нули они приходят на каналы каких-то там олухов шарлатанов балаболов те балаболы которые тоже ни черта не умеют но где-то когда-то что-то видели где-то что-то изучали начинают нести свою околесицу сейчас вам дам один пример несколько лет назад один алкоголик из москвы у него второй дан по хапкидо естественно он этот второй дан просто-напросто купил он даже блин на желтый пояс хапкидо не тянет этот второй дан по хапкидо зацепился как-то со мной у меня на канале по поводу одного приема показанного из системы хапкидо и когда я ему ответил что это делается так и так и так он мне начал нести околесицу приблизительно такого содержания когда ты поймешь синусоиду поворота руки по амплитуде тогда ты идиот старый будешь понимать что такое хапкидо а если ты не сможешь этого объяснить то я буду считать тебя старым идиотом я честно сказать когда занимался тэйквондо в 90-е годы это было давным-давно у нас факультативно раз в неделю проводились где-то вот около часа тренировки по хапкидо и нам никогда не говорили не про амплитуду не про синусоиды не еще про какую-то хрень которую сегодняшние идиоты шарлатаны и пустословы придумывают для того чтобы завлечь вот как этих говорит дебилов на свои каналы то есть когда человеку нечего сказать он придумывает какие-то философские высказывания философские обороты для того чтобы это выглядело со стороны как бы красиво но бессмысленно таких людей полно не буду называть их имена но когда люди поклонники вот этих вот шарлатанов этих вот пустословов полностью верящие в то что те им говорят приходят на канал допустим ко мне и видят что я своими движениями показом техники опровергаю переворачиваю с ног на голову все то что говорят те шарлатаны конечно этих людей начинает все это бесить и они начинают злиться и скорее всего вот это вот человек написал который является поклонником той же самой не знаю хамуи шизаи или еще чего-нибудь как она там или чхарька скорее всего это один из вот этих вот людей ну ладненько и так это было у нас как бы скажем так разогрев а теперь у нас первое место в сегодняшнем видео выпуске первое место по всем комментариям коротышка опять же коротышка про высокий удар тэйквондо где я показал два варианта один вариант просто в статике второй вариант в движении вперед я называю его удар на пронос человек пришел под эту коротышку и квакнул сразу какую-то ерунду я уж точно не помню мне я этот комментарий не не запоминал я сохранил себе другие его комментарии я написал ему что подробности по этим ударам будут сегодня видео в 12 часов дня и вот что этот человек написал какие еще подробности пока будешь поднимать ногу тебе либо в голову прилетит либо в солнечное сплетение хотел я спросить этого человека он вообще видел соревнования пока кушенкой когда люди там друг другом метели от блин в грудную клетку в солнышко блин в живот бьют кулаками только оттягивают руку на удар мгновенно меньше чем за секунду соперник подымает ногу и бьет его пяткой сверху хотел я спросить этого человека видел ли он вообще такие соревнования и имеет ли он понятие о том что он говорит но я написал немножечко иначе смотрите дальше ну сними свою версию и покажи чем впустую язычком молоть и тут как говорится остапа понесло смысл это снимать если ты даже не знаешь что делаешь и снимаешь то от этого легче не станет вдумайтесь в эту фразу смысл снимать если ты даже не знаешь что делаешь и снимаешь то от этого легче не станет то есть он сам в этом комментарии пусть написан безграмотно без знаков на не фиг с ним он сам в этом комментарии признал свою безмозглость признал свою блин не знаю тупость неосведомленность в восточных единоборствах в частности в технике таэквондо а как подождите ну а как по-другому это расценивать когда человек пишет если ты даже не знаешь что делаешь и снимаешь то от этого легче не станет то есть он увидел что сделал я я объяснил я показал я сделал видео и он понял что если он снимет в противовес свое видео то она будет выглядеть достаточно глупо скорее всего этому человеку ну 25 максимум 30 лет и ногу он выше уровня колена в своей жизни никогда не поднимал и наверно задавила его жаба за то что блин я в 53 года все еще могу и показывать технику не важно тэквондо хапкидо карате винчун дайторю и объяснять что это за техника объяснять что это за комбинации показывать приемы самообороны его наверное это взбесило и вот он решил выплеснуться но последним своем комментарии я понял что ему на этот комментарий уже отвечать не имеет смысла потому что человек сам себя раскрыл сказав что если не знаешь что снимаешь то от этого никакого смысла не будет вообще граждане он призер нашего сегодняшнего видео выпуска так что лавры петрушки не трава вот эта пряность которая в огороде растет которую мы режем ложим в салат и суп а вот этот клоун петрушка лавры петрушки каупак вот этого скомороха сегодня зарабатывает автор вот этого комментария не забудьте подписаться на мой канал поделиться видео с друзьями оставить лайк оставить свой комментарий для желающих стать спонсором нашего канала qocot с вами был я владимир казарчук автор канала old dutchman не болейте и да пребудет с вами сила и здравый смысл всем удачи пока